Вот так прошли акции в регионах и сейчас мы узнаем о ситуации в зоне АТО от Андрея Лаща. Он с нами на связи. Андрей, что в Луганской области сегодня? Расскажи. Наташа, сегодня террористы пытались атаковать село Трехизбенка. Это практически в 7 километрах от захваченного боевиками Славяно-Сербска. Это все Луганская область. Военные говорят, вооруженные сепаратисты пытаются взять их в кольцо, хотят повторить нечто вроде Иловайского котла. Самые отчаянные пытаются идти ва-банк. Трехизбенку, скорее всего, принципиально хотели захватить именно донские казаки, чтобы приурочить взятие поселка к празднику Покрова. Хотя и до того стреляли практически круглосуточно. Слухаю, бахнуло, бахают и ночью, и когда вечером, а то и утром. Вот нынче почти все утро бахали. Мы не понимаем. Открыли те наши, те наши, а мы чьи не знаем. Под обстрел сегодня попали также военные неподалеку Бахмутовки. Там шел ожесточенный бой. Террористы стреляли по позициям, где располагаются танковые дивизии. С сегодняшнего, с самого утра начали тяжелая артиллерия, гаубицы, плюс, наверное, танки, бронетехника. Они или работают к ночи на своей стороне, или рано утром. Или автоматическое оружие, минометы, или артиллерия. А вот по городу Счастье террористы не стреляли. Здесь мы сейчас и находимся. Правда, со стороны Веселой горы. Боевики все же атаковали украинских военных. Жертв нет. И вот, собственно, пока что это все. Мы остаемся в регионе и следим за развитием событий. Спасибо, Андрей. Андрей Илащ из Луганской области. Продолжение следует...